ПОЧТИ СУТКИ БЕЗ СВЕТА Почти сутки без света. Блин. Холодно, ужасно, но, вот видите, уже тюльпаны, а вот это-то красота. Ой, боже ж ты мой, маленький, маленький, такие вот маленькие, такие вот лапусечки. Ой, какая прелесть. Сегодня прям похолодало. А видите, с ветром, с холодным, ужасно. Ужасно, вы посмотрите, нарциссы и тюльпаны, эти вообще, посмотрите какие, посмотрите какие они высокие уже, нарциссы, господи, миленькие, миленькие мои, вон какие, вон какие высокие. Боже мой, ничего не бояться, а. Ничего. Гляньте, где повыше, где пониже, но. Девчонки, весна идёт. Весна идёт, весне дорогу. Это давно уже этот строительный закрытый. Ой, мне краска нужна белая. Ну, зашла в оптовичок, чё. Купила акриловых красок на 400 рублей, маленьких. Ну, что делать-то? Вот это вот территория, конечно, цыганского рынка. После дождя просто болото. Ну, зато здесь учатся ездить на машинах. Вот по таким дорогам и учитесь правильно. А то привыкнете по гладким ездить. Ужас. Какие симпатичные местные рыбели. Держат. Ой, понесут меня сейчас руки за хамсой. И вон, руки, говорю, ноги понесут. Сейчас я схожу в магазин из-за хамсой к тётенькам. Зашла в доброцен. О чём мне надо? А надо мне еду коту. А больше так... А, нет, надо, надо, да. Масло растительное надо, молоко надо. Сейчас посмотри, у меня всё записано. Иначе я ничего не куплю. О, белизна каким литражом продаётся. Ну, тут, как всегда, всё навалом. Не пойми, чё. Специфика магазина такая. Вот это любимая еда Маськина. Ноги сами принесли. Это я уже закупилась. Ну, чёрных делаю. Ну, вот я же говорю. Ну, вот это так, то так, то говорю. Да так, то так, говорю, и дремать не буду. Вот так. Ну, я же и ляпку говорю. Так. Ну, что, вот вернулась домой. Привёз меня Толик. Опять нет света. Как они задолбали. Чё это вот такое? Зато солнышко вышло. Ну, чего? Нет света, нет воды, нет интернета. Чё, хоть что и делай. Ну, что, девусеньки мои. Прошёл час, света так и нет. Вот купила сегодня вот такие краски акриловые. Посмотрим. Ну, сейчас я в темноте не буду рисовать. Плохо, конечно, плохо. Так вот летом-то, видите, ждут в Аленкином доме. Нет окон, нет. Тут дверь только. Ну, вот так вот проектировка такая, скажем так. Вот. Ну, вот хорошо. Вот в комнате рядом свет есть. А так... Ну, летом-то открыл дверь, да и всё. И светло тут, и даже света не надо до вечера. А сейчас откроешь дверь. Отопление-то у меня электрическое. Ну... Ну, сейчас выстудится в момент. А когда его свет дадут, хрен его знает. Хорошо газ горит. Поставила картошечку варить, потому что хамса же куплена. Вот что приготовила. Таблетки для посудомойки. Девчонки, разводите, ну, в бутылки с пульверизатором, да? Ну, обычные какие вот бутылки они. Ну... Это у меня вот ферри, она маленькая. А также обычно они побольше такие. Разводите в тёплой воде её. Взбалтываете. Прямо как следует, чтобы она растворилась. Девочки, и можно мыть всё. В состав её входит кальцинированная сода. Соль. Ой, забыла ещё что. Факт тот, что единственное, что она не отмывает, это вот этот налёт в унитазе. Ну, вот, господи. Скажите мне, и я вам скажу. И ржавчина не очень. А так, любую грязь, жир, всё отмывает. Вот, серьёзно. Я, на самом деле, сама об этом узнала недавно. Чисто случайно. Вот. Вещь просто незаменимая. Вы знаете, раньше кальцинированной соды отмывали всё подряд. Так что... Если у вас есть таблетки, можно даже не запариваться, ничего для кухни больше не покупать. Мыть себе и мыть. Вот, представляете, как мне скучно, когда нет ни интернета, ни света. Представляете, я варю картошку, немытую в мундире. Потому что, ну, отчего? Нет света, нет воды. Вот. Я не стала... У меня мало воды питьевой. Я не стала её... В общем, залила вот так вот. Не знаю, что будет. Первый раз вот так варю картошку, немытую. Ну, а пока нет возможностей никаких. Вот. Я сегодня мылась, и поэтому вот поменяла постельное бельё. Буду спать под такой яркой красотой. Да, я купила вот этот поддеяльник в секонд-хенде. Но он был новой, с биркой. Очень жаль, что не было ни простыни, ни наволочек. Очень жаль. Мне очень давно хотелось чёрное и что-нибудь эдакое. Вот так что... Вот буду спать под такими солнышками. Но я уже думаю, что надо бы поискать... Посмотрю здесь, найду, не найду. Но в крайнем случае, в Питер поеду или в Москву, там найду. Куплю чёрного какого-нибудь сатина. Распарю этот поддеяльник. Сделаю изнутри хлопок. Сашью простыню чёрную. И у меня вторая половина, которую я распарю, пойдёт на наволочке. Но я люблю запариваться, понимаете? Но постельное бельё с василька больше не хочу. Хоть меня и ругали по-всякому, что я отказалась от василька, вообще не жалею, девчонки. Вообще. Не хочу. Я люблю вещи красивые, интересные, добротные. А то бельё, которое я заказывала на васильке, оно после двух стирок превратилось в дерьмо. Я им вообще не пользуюсь. Мало того, я его давно пустила под цемент и в тряпки. Ну что? Вот, сижу. Света так и нет. Картошка уже доварилась практически. Сижу так на пакетике. Шкерю хамцу. Ну, те, кто жил на севере, знают, что шкерить рыбу – это, то есть, ну, отделять голову, вынимать внутренности. Вот. И вот так складываю вот в такое шикарное английское блюдце. Ой, девчонки. Мне так нравится, когда иногда пишут. Конечно, ради контента. Да, конечно, ради контента. Сидела бы я вот так в темноте тут. И в такой скуке, представляете? Я же привыкла, что у меня интернет постоянно работает что-то, я что-то делаю руками, а что-то мне кто-то говорит чего-то. А тут вот так вот. Твою мать! Вот правда, у меня вот слов больше нет. И когда, и что дадут этот свет? Я уже знаю по опыту звонить бесполезно. Так что, ладно, мои лапоньки, сейчас почищу себе хамцы, картошка уже доваривается, покушаю, и, наверное, лягу спать. Ну, если свет не дадут. Ну, а что делать? Я не могу. У меня все нервы поднимаются, я нервничаю. Вот так, зайки мои. Ой, господи. Никогда я в жизни так не жила. Поэтому для меня вот так все это сложно, обидно, и деньги платишь, и в результате вот так. Ну, что я хочу сказать? Да, была грязная картошка. А ничего, видно, вся земелька-то отвалилась. Ну, вот есть такие тут места. Да и ладно. А что, живем, как бичи в темноте? Ой, смех и грех, лапоньки мои. Смех и грех. Ну, ладно. Я так давно хочу есть. У меня идиотская привычка. Мне утром надо есть, а я не ем. Кофе попью с молоком, и все. Ну, и в результате вот время четвертый час дня. А я только есть. Хоть что-то буду. Конечно. Любые проблемы возникнут при такой жизни. Ладно, все. Пошла я есть, короче. Пожелайте мне приятного аппетита. Ну, гляньте, какая вкуснота. Лука зеленого не купила. Ай-яй-яй, Любовь-то Николаевна. Это следующий день, зайки мои. Я прожила без света почти сутки. Спала ночью. Вы бы представили только в теплой кофте, в куртке, во флисовой, с капюшоном, в двух штанах, под двумя одеялами. Ну, сегодня все наладилось, слава богу. Проснулась утром, есть свет, есть интернет. Ночью было ужасно холодно. Я просто вот я уже не знаю, что говорить, но одна радость. Маська залез подо все вот это, подо все, под два одеяла, под мои кофты, вот это вот залез прям к телу. Ох! А утром опять воскакал. Ну, что делать? Парень у меня, видимо, вырос. Я уже с Витей разговаривала, кастрировать его бесполезно. его не поймать просто. Он все утром поел и улетел. Ну, ладно, мои хорошие. Жизнь наладилась. Все хорошо. Чего вам желаю. Субтитры сделал DimaTorzok